На первом канале премьера многосерийная драма Джуна. Кто же она на самом деле? Собственно, именно в этом и пытался разобраться сценарист Андрей Петров, выстраивая свой сюжет. Надо сказать, что поначалу он очень скептически относился к этой идее. Здесь нет твоего сына. Это нужно принять и жить дальше. Каково это? Видеть то, что не видят другие? Предсказывать то, что люди не хотят слышать? Ясновидение, великое благо или тяжелый крест? Фильм Джуна о женщине, которой ее дар принес больше страданий, чем радости. Они лучше ребенка убьют, чем мне его дадут. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Ничего нельзя сделать? Можно сделать. Я это всю жизнь делаю. Я приезжаю сюда, даю эти сеансы. Тайно, я здесь ведьма, я колдунья, я доктор медицинских наук. Джуну в 20 лет и Джуну в 50 сыграла одна актриса, Лаура Киасаян. Гримеры использовали клей, который стягивает кожу и словно покрывает ее морщинами. Держать его можно не больше трех дней. Актриса выдержала несколько недель. Для восстановления кожи легла в больницу. Ты, Андрюша, еще не понял, что у меня все непросто. Вторую главную роль сыграл Кирилл Кяро. Помните его знаменитого нюхача? В фильме Джуна герой Кяро – писатель, который готовит сценарий о провидице. Каждый день он приходит к Джуне в дом, заставляя вспоминать. Порой то, что ей больше всего хотелось бы забыть. Говорят, что вы не смогли спасти своего сына. Я не хочу об этом говорить! Хватит! Правда ли, что Джуна лечила Брежнева и Роберта Де Ниро? Действительно ли предсказала аварию на Чернобыльской АЭС? Могла ли видеть собственную судьбу? Была ли счастлива в любви? Почему я приношу несчастье людям, которые меня любят? Я не знаю. Этот фильм снят на основе подробного и самого откровенного интервью Джуны Давидашвили, которое она дала съемочной группе. Сама Джуна не дожила три месяца до премьеры. Кирилл Калинин, Надежда Александрова, Марина Журавлева, Первый канал. У нас в гостях актриса Лаура Киасаян. Она сыграла главную роль в фильме «Джуну». Лаура, скажите, пожалуйста, у вас были вообще какие-то сомнения, когда вы соглашались на эту роль? Такая ответственность? Нет, сомнений не было. Страх был, да. Но я думаю, самая прекрасная в этой жизни начинается со страха. Со страха. У вас был страх перед Джуной или перед ролью, или вообще перед ответственностью, которую... Понимаете, она тогда же жива была. Я говорю, прям мороз похожий. Да, да. Конечно, ответственность. И сейчас она есть. И вдвойне я ее испытываю, честно говоря. А ведь Джуна вас, в общем, одобрила, да? Что называется, благословила на эту роль, да? А вот почему, как думаете? Я сейчас смотрю на вас, наверное, я понимаю, почему. Что-то у вас такое есть близкое к ней, да? Я надеюсь. Она сначала скептически меня оглядела, осмотрела. И у меня было ощущение, что входит в меня этот взгляд, проходит куда-то далеко и блуждает. Будущее, как будто, предсказала в этот момент? Нет. А будущее фильма? Ну, она улыбнулась загадочной. Мне кажется, это было хорошее признаменование. Сказала, ну, посмотрим, что получится. Вы знаете, я очень хорошо помню, как ровно год назад вы с Джуной приходили к нам, вот как раз ко мне на интервью, и тогда начинался этот фильм. И Джуну очень плохо себя уже тогда чувствовала, помните тогда этот эпизод, да? Но она на вас смотрела вот с обожаниями, я это помню. Она в вас верила, это правда. Я надеюсь. Но вот вы с ней всё-таки много общались. Вы переняли её манеру общения, она непростая. Да. А грим? Грим тоже был непростой. Какой-то он был сложный, я слышала. Непростой, непростой. Но зато он позволил мне жить. Это не пластика была, а настоящее. Я просто под слоем некого вещества, которое делало моё лицо более взрослым. Да, надо же. Вот вы говорите, а у меня такое ощущение, что Джуна где-то рядом. Она следит за вами, за всеми нами и наблюдает за съёмками, ну и тем более за премьерой этого фильма. Я надеюсь, что так и есть. Да, но как вы считаете, успешно чувствуете уверенность? Вы знаете, я сама не видела окончательный вариант, но то, что это история, которую стоило и нужно было рассказывать, я знаю точно. И то, что ни один из нас не врал и старался выложиться на все 100%, каждый член группы, это тоже правда. И она, эта история такая светлая на самом деле. Светлая, да? Она светлая, и она должна быть такой, и она рассказана, мне кажется, с любовью и с попыткой донести какую-то важную, ещё большую историю, чем один человек в истории. Ну что ж, огромное спасибо, что вы были с нами, а первую и вторую серии фильма Джуна мы будем смотреть уже сегодня вечером.